...по замене регенерации плеток и ткани, соответственно, есть регионативная индустрия, все, что разрабатывается в регионативной медицине, и все, что проходит в клинические исследования. И если эти клинические исследования заканчиваются положительно, то регионативная индустрия занимается тем, что... Накладчик, условно. ...внедрить, коммерциализировать, и тогда клеточные генно-инженерные препараты становятся достоянием многих людей. Исторический ракурс... Вообще, мы начнем со стволовых клеток, поскольку есть клеточные технологии, есть генно-инженерные технологии, сочетанные, ну и так далее. Впервые я заговорил о стволовой клетке Ранс Гекель, это немец, который предложил термин «своловая клетка» для обозначения благотворенной яйцеклетки. В 92-м году Валентин Хакера описал несимметричное отделение стволовых клеток. В 909-м году наш соотечественник Александр Максимов, он работал в военно-медицинской академии в Питер, написал замечательную совершенно статью же инфраструктуру, как общая стволовая клетка разнообразных элементов крови. Этот термин прижился, прижился в гематологии и стал активно использоваться. Потом он эмигрировал, жизнь свою закончил в Чикаго, эмигрировал во время революции, там возглавлял кафедру, написал много замечательных работ, и он такой классик считается. Военно-медицинская академия питерская, генерал-майор. Александр Яковлевич Фриденштейн, я очень горжусь, что его знал, поскольку моя жена проходила у него аспирантуру и успешно защитилась. Александр Яковлевич Фриденштейн открыл так называемые мезинхемальные стволовые клетки. Вы этот термин, наверное, знаете. Это те клетки, которые... Ну, в костном мозге есть гемопоэтические клетки, это классика. Белый и красный рассов кроветворения и мезинхемальные стволовые клетки. Мезинхемальные стволовые клетки отвечают за костный мозг. Благодаря мезинхемальным стволовым клеткам есть костная система, есть костный мозг. Они вот дают такие колонии в культуральной среде, на большом увеличении, это вот похожие на такие косяки крыль, это одна клетка поделилась, при выселе с клональной плотностью клетки делятся и дают вот там 3, 5, 6, 10 тысяч вот таких клеток, их легко идентифицировать. Это фибробласт, подобные клетки, они адгезивны, она скластвуется на пластике, это мировое открытие, он показал, что эти клетки могут в 70-х годах, что эти клетки могут дифференцироваться в остеобласты, адипоциты и хондроциты. Сейчас эту лабораторию возглавляет Рубен Карпович Черлокьян, это, пожалуй, такой последний магиканин из классика. Был приглашен, но он занят сегодня, оказалось. Да, но мою песню он слышал не раз, поскольку мы с ним дружим, и со всеми вытекающими последствиями, недавно у него был юбилей, 81 год. В 61-м году Тил и Маклах показали, в экспериментальной сначала доказали, что при облучении костного мозга у мышей, нужно тотально уничтожить клетки костного мозга, и потом восстановить их с помощью одной гемопоэтической стволовой клетки. Это классическая работа, на которой основана трансплантация костного мозга. Эти ребята получили в 90-м году через 30 лет Нобелевскую премию. И это широко используется для трансплантации костного мозга, для лечения онкогенопологических заболеваний, в коих порядка 85. Фриденштейн получил бы, я думаю, 100 пудов, как говорят, Нобелевскую премию, если бы дотянул до той славы, которая неожиданно обрушилась на него и на его лабораторию, поскольку на него сейчас ссылается по МСК весь мир. Благодаря ему эту тематику раскрутили, она стала архипопулярной и показали, что без гемопоэтических стволовых клеток гемопоэтические клетки существовать не могут. Они как ниша для гемопоэтических стволовых клеток. Я... В этот момент можешь спросить, а вот Чертков, врач, они будут вместе? Ну, считается как бы вместе, но Чертков, он классик все-таки по гемопоэтическим клеткам, несмотря на то, что они написали вместе с ним книгу, потом они разошлись. Но классический открыл незинхемальные стволы клетки Рубен Карпович Чайблахер, будущий еще аспирантом. А гений Фриденшерина, но он так же, как и ваш гений, связанный с этиломеразами, просто сумел систематизировать и понять, что это клетки очень необычные для хостного мозга, поскольку они были адгезивны к пластику, и плюс они могли пролиферировать, в отличие от гемопоэтических стволовых клеток. Гемопоэтические стволовые клетки, не пролиферировать, нарастить их в культуральной среде в те времена было там невозможно. Естественно, когда он увидел эту культуру, видимо, ему там пришла в голову идея, что это, понятное дело, открытие, и дальше нужно исследовать. И вот дальше все это исследование вылилось в том, что эти клетки охарактеризовали как фибробласт подобные клетки, что они играют колоссальную роль, и подобное типа клеток содержится во всех тканях и органах там, где есть соединительная ткань. Смысл в этом. Но эти клетки классические, которые в хостном мозге, они отличаются от мезинхемально подобных тканеспецифических клеток, которые находятся, допустим, в пульпе зубов, в жировой ткани. Второй источник по наличию мезинхемальных стволов клеток – это жировая ткань, в которых этих клеток мезинхемальных стволов очень много. Но они более комитированы, они более дифференцированы и не обладают, как вы... Кто? Да? Ты не мог тут сказать? Нет? Значит, итак, вот типы стволовых клеток. Типы клеток в любом гельфероне – это вот фибробластический гельферон кожи, но это самое там простейшее. Все начинается со стволовой клетки, недифференцированной, которая способна к самообновлению и дифференцировке в нескольких типах специализированных клеток. Если это фибробластический гельферон, то эта клетка обладает способностью дифференцировки в фибробласты при повреждении кожи. Фибробласты отвечают за синтез коллагена и эластина первого-третьего типа коллагена, колостина, гемороновой кислоты. И поэтому пока пункт стволовых клеток достаточно высокий, обновление кожи происходит эффективно. Вы знаете, что с возрастом количество стволовых клеток во всех тканях уменьшается, особенно гемопоэтические. И одна из причин стояния человека – это как раз уменьшение количества стволовых клеток во всех тканях специфических органов. Прогениторные клетки – это нечто среднее между дифференцированной клеткой из стволовых. Как правило, работают с ними и выделяют эти клетки, поскольку стволовые при дифференцировке проходят стадию прогениторных клеток. Это уже дифференцирующие клетки, которые комментированы, предрасположены в каком-то определенном направлении, в какой-то определенной клеточной линии, если это культуральная следа, и клеток, если это ткань. Ну и зрелые дифференцированные клетки – это те, которые специализируются на выполнении техникальных функций. Вот все, это такой классический клеточный дифферен, который есть во всех… А мезонфимный возникает из третьего листка, так? Мезодерка – это отдельная песня. Потом я к этому подойду мягко. Значит, итак, девять причин. Старение я люблю самую основную, помимо нестабильности генома, укорочения теломер и генетических атераций, нарушения протестаза, нарушения распознавания питательных веществ, метахондриальную дисфункцию, клеточное старение. Одна из основных причин – это истощение пола стволовых клеток и изменение межклеточной коммуникации. Всего в человеческом организме порядка 220 типов различных клеток. Во всех органах есть стволовые клетки. Последняя работа в НИЧе, правда, показала, что нейрогенез… Что меня очень расстроило. Нейрогенеза в головном мозге нет. Раньше считалось, что нейроны не восстанавливаются. Потом появились работы, показывающие, что нейроны могут восстанавливаться, что нейрогенез в головном мозге есть. Это как бы такая была надежда на то, что если ты будешь поддерживать свои когнитивные функции в достаточном мере их тренировать, и Альцгеймера тебе обойдет, то можно хоть как-то функционировать в определенном возрасте 90+, 100+. Я так говорю, потому что у меня мама 82-летняя, и там я вижу, что тело там дряхлое, была замена тазобедренных суставов, а мозги как часы работают. Дай Бог каждому это там дожить до такого возраста. Итак, статья в Нейче совсем недавно показала, что нейрогенез заканчивается в 13 лет. Все. Там спорные появились возражения. Может быть, но это абсолютно выверенная с точки зрения эксперимента очень красивая там статья. Если как бы будет действительно, что это спорно, значит это должна быть статья еще круче в Нейче или в ЦЭЛ, или в САЙНС. Вы же знаете, что три журнала, ЦЭЛ, САЙНС, Нейче, которые можно, хотя там по-разному бывают случаи, я потом расскажу, классические, где публикуются работы очень высокого уровня. Это человек показан, да? Человеке показан? Ну, они, по-моему, показали на мышах, да, на человеке, да, абсолютно правильно. Они протестировали очень большое количество срезов головного мозга, и мы, на гистохимически показали, что нейрогенез заканчивается в 13 лет. Бывает еще два термина совсем легких. Аутогенные или алтологичные клетки – это собственные клетки, а аллогенные – это там чужеродные клетки. На аутоотторжение не бывает, на аллогенные иммунная система их может распознавать и элиминировать. Ну, дифференцированные клетки – это вот классический фибробласт на 8000, сканирующий электронную липостопию. Это искусственная кожа, которую можно получать, используя коллагеновую подложку или какую-то биодеградированную подложку, или синтетическую. Наслаивая на эту подложку фибробласты, а не адгезивные, а на них уже кератиноциты. И можно получать нормальный эквивалент кожи, который может использоваться для лечения ожогов больных, трофических ран, и так далее. Клеточная технология – это получение, прежде всего, клеточного продукта для восстановления структуры функции, либо замещением клеток тканей и органов, несколько вопросов, или активации собственных восстановительных процессов. Второму отдают большее предпочтение за счет параклимного эффекта, а замещение клеток и тканей раньше считалось, что клетки обладают стволовой пластичностью, и основная роль – это замещение клеток и тканей, приведение этих клеток в организм, но оказалось не так. Для единственных клеток, которые это классически показано, это для клеток крови и мезонхемальных клеток, которые открыл Фриденштейн. То есть именно вот эти клетки могут замещать тот тип клеток в тканях, в котором эти клетки тропны, или при введении, допустим, в костный мозг, мезонхемальных стволовых клеток, есть такое понятие коммин, они направляются по градиенту определенных факторов именно в костный мозг, в ту нишу, из которых их забрали. Сейчас два будет таких немного сложных слайда, но они таких ключевых, и после этого, я думаю, уже все будет легко. Клетки, которые сначала один слайд, вот этот первый, он просто на восприятие, а потом будет визуальный ряд и станет все на свои места. Клетки, которые применяются в региативной медицине, это эмбриональные столовые клетки, но это золотой стандарт. IPS, которые я открыл, про IPS вы слышали. Это инфицированная плюрипотентная клетка, которая в превышении монаха получила многое людскую премию. За это эти клетки могут делиться натуральной среде бесконечно долго. Второй тип – это взрослые постнатальные, как только человек родится, это уже считается постнатальным. После рождения клетки они обладают ограниченным количеством деления, плюс минус 200. Это гемопоэтические столовые клетки поповидной крови, периферические, мезинхемальные столовые клетки костного мозга, ну, не патентные – это те клетки, которые обладают потенцией в один росток, специализированные в гибробластике, ротиноциты, там работает кетелька, плюс минус 50. Здесь это вот как бы для понимания то, что я рассказал, визуальный реакт. Сперматозоид сливается с лицеклеткой, образуется зигота на стадии двух-четырехклеточных стадии у человеческого организма. Ученые договорились, что мы будем называть эти клетки «истинная эмбриональная стволовая клетка» или «тотипатентная». «Тоттипатентная» обозначает «всемогущая», то есть каждая клетка может из четырех воспроизвести эмбриогенез. Именно на этой стадии клетка может внезапно поделиться и образоваться, допустим, одноицовые близнецы. Кстати, происходит ряд превращений. Через морловые клетки переходят в гластоцисту. Гластоцисту получают путем эксокорпорального благотворения. Эмбитро ее можно легко получить. Спокойно клетки выделяются из внутреннего слоя в гластоцистах. И договорились, ученые, что это называется эмбриональная стволовая клетка, но плюрипатентная. То есть эти клетки могут превращаться во все клетки человеческого организма. Именно на стадии гластоцисты, когда она уходит в дальшую эмбриогенез, образуются три зародышевого ростка мезодерма, эктодерма и эктодерма. Именно из мезодермы кожа идет гемопоэтик. Но эти клетки уже в отдельности эмбриогенеза создать не могут. Но в культуральной среде они могут давать все типы человеческих клеток. Еще один источник для клеточной терапии это фетус. 6-8 недель беременности. У взрослых людей у нас с вами основной источник кроветворения это костный мозг. А у эмбриона 6-8 недельных сроков гистации это печень. Печень довольно крупная. И содержит до 22% стволовых гемопоэтических клеток. Костный мозг у взрослого человека где-то 0,2-0,5 десятых. Куповидная кровь 1,5% а вот такая вот, видите, печень, она может до 20-22%. Естественно, эмбрионы можно собрать, аккуратненько извлечь печень, гомогенизировать ее, выделить мононуклеарные клетки, освободиться эритроцитов. В эти мононуклеарные клетки инфузиона вводятся там в кровь. И, естественно, происходит цитокиновая буря. И эта цитокиновая буря, она вздыбливает вообще все системы в человеческом организме. И иммунную, эндокрину и так далее. А вот кровитворная скобаловая и мезонхивная. Значит, мезонхивная это ниша для кровитворной скобаловой. А они обе происходят из мезодерм? Да, они берут мезодермальное происхождение, там, и тот, и тот тип клеток. Все, что связано с фитальной терапией, это запрещено, естественно, это серо-черный рынок, это запрещено в цивилизованных странах использовать. В том числе у нас, хотя некоторые академики считают, зачем утилизировать фетусы, если можно терминальным больным помочь такими клетками, там, и так далее. Ну, как бы там, тем не менее. Естественно, эти клетки мультипатентные, они обладают ограниченной дифференцировкой и сроком жизни тоже. При рождении человека в куповине есть достаточное количество гемополитических клеток. Куповину можно отобрать, выделить мононуклеарную клеточную фракцию, заморозить ее, и она будет содержать повышенное содержание слоевых клеток гемополитических, а их уже нужно использовать для лечения онкогематологических заболеваний персонифицированно и не персонифицированно, поскольку это нативные клетки, подбирать их столь строго, как костно-мозг по всем шестилокусам гистозамместимости, там, не обязательно. И еще вопрос. А, значит, число делений не ограничено и для безоптимных клеток, да? Нет, ограничено. Сколько? Вот 200? Да, там плюс-минус, они могут поделиться, ну вот, где-то такое количество раз. А для гемопоэтической клетки? А гемопоэтическая клетка, а в культуре никто не видит, как она там делится, с какое количество раз. Но если пересчитывать на возраст там человека и обновление, как происходит обновление кореносной системы, то, наверное, приблизительно как бы так же. Взрослый человек, основной источник гемопоэтических клеток и столовых клеток, это вот костный мозг и жировая ткань. Но они, конечно, уже не обладают такой способностью к дифференцировке, как клетки эмбриональные из бластоцисты. Вот это основной источник клеток для клеточных технологий. Значит, на этом можно там поставить крест. Дальше я расскажу, на чем еще. Это сложная, допустим... Ну, это такая, видите, экзодермальный листок. Листок. Мезодермальный, наверное, плохо, очень видно. Эндодермальный листок дает печеночные клетки, панкреатические клетки кишечника. Мезодерма она дает гемангиаблаз. Гемангиаблаз – гемопоэтическая стволовая клетка. И эти ребята уже идут в лимфоциты, в элитроциты. И мезодермальная стволовая клетка дает начало мезонимальным клеткам. Это вот все областы, хондроциты, миобласты и так далее. А экзодермальный листок, он кожные клетки и нейральные клетки. Но вот, используя те или иные понятия, можно там понять, откуда какая стволовая клетка при эмбриогенезе происходит. Эмбриональные стволовые клетки. На них очень много возлагали надежд, что это очень круто, и т.д. и т.п. И довольно длительное время с ними работали, договаривались. У женщин супер-агуляция, яйцеклетки оплодотворяются сперматозоидом. Если женщина не может бродить, подсаживаются две бластоцисты. Три-четыре дня бластоцисту вы получаете. Соответственно, остальные бластоцисты утилизируются. И чтобы их не утилизировали, ученые договаривались, им отдавали эти бластоцисты. Из бластоцисты можно вывести линию эмбриональных стволов клеток. И потом с ней работать и понимать, это очень классно для фундаментальной науки. С ними можно делать различные манипуляции. Понимать, зачем они нужны, чем они отличаются по экспрессии генов от здоровых клеток. И все прочее. Возлагали на них какие-то надежды, что с помощью них можно проводить терапию, потому что их можно поддерживать в неограниченном количестве, в недифференцированном состоянии. И потом добавляя... Вы догоняете меня? Нет? Нормально, что ли? Не быстро? И потом добавляя определенные дифференцировочные факторы, урос факторы к этим клеткам, заставлять их дифференцироваться в нейральной клетке, в осьеобласты и так далее. Летиновую кислоту добавил, на эмбриональные слои клетки могут продифференцироваться в нейрональные. А на нейрональных это как модель. Головной мозг уже не полезете, не достанете. В паркенсоник можно изучать препараты, воздействие препаратов, связи электрические и так далее. Ну, бах! И оказалось, что этические комитеты и различные религиозные конфессии взбунтовались, сказали, что прекращаем у бедных женщин забирать эти там бластоцисты, поскольку есть опасения, что кто-то будет торговать с ними где-то органами, органами деторождения и беремене, для того, чтобы вам предоставлять или продавать эти гирки. Пошел запрет. Сейчас новые эмбриональные стволовые клетки выводить из бластоцист нельзя, и весь мир пользуется только тем, что у кого есть. У американцев, допустим, 140 линий, в России там 2, и можно там делиться этими линиями там и так далее. Ну, в разных странах там по-разному. Они охарактеризованы, проверены на всякие там мутации, на инфекции и так далее. Второй вариант. Почему их нельзя использовать? Поскольку даже если вы их продифференцировали в какой-то тип клеток, и этот тип клеток используется в тиберклеточной терапии, это будут аллогенные клетки. Они будут чужеродны до данного организма и будут отторгаться, выводиться в иммунную систему. И самое важное, как оказалось, и отсюда вся эта песня идет, и неразбериха в медицине, что вот клетки могут, стволовые клетки могут вызвать рак. Многие известные там артисты там погибли от того, что им выводили там стволовые клетки. Это желтые клетки абсолютно не понимают, что говорит, и в этом не разбирается. К сожалению, создался такой вот имидж. И толчок к этому имиджу плохому для стволовых клеток был то, что эмбриональность стволовой клетки, которая выделена из бласпоцисты, при введении иммунодефицитным мышкам, а иммунодефицитные мышки – это мышки безумной системы, специально стерильных условий, эти клетки могут вызывать тератомы. Тератомы – это доброкачественные опухоли, они могут, правда, в 1% разлакочевляться. И когда эту тератому можно вырезать, сделать гистохимию, посмотреть, из каких типов клеток она стоит, оказывается, она стоит практически из всех клеток организма. Мышки, если вы вводите человеческие эмбриональные стволы клетки, можно увидеть кусочек волоса, костной ткани, ну и так далее. Это им понятно. Мышка не отторгает, иммунная система их не узнает, попадая в мыши на организм, на них воздействуют различные мышленные факторы, там, клеточные, и она не начинает спонтанно дифференцироваться, во что попало. Это называется тератомы, и это одна из проблем, которая считается, что при введении этих клеток, если вы их не продифференцируете все в зрелые клетки, две-три клетки остаются, они могут дать тератомы, и пока, и в те времена, использование этих эмбриональных стволов клеток для человека было наложено некое там на них табу, в основном они использовались для фундаментальных работ и для того, чтобы на них тестировать те или иные там препараты, то есть их можно продифференцировать в какой-то тип, и дальше уже добавляя определенные там препараты, к кардиомиоцитам, если это, или еще понять, что происходит с клетками при воздействии той или иной химической молекулы. Все это продолжалось до тех пор, до 2006 года, пока не вышла статья, которая полностью там взорвала биологическое общество, БОГМО, когда считалось, что из зрелых клетки невозможны, ни при каких условиях, только в Кащенке, и только там какими-то своими и заключениями получить эмбриональную столовую клетку. Оказывается, можно и еще как. И этот красивейший лабораторный трюк в работе Мэйча предоставил Шине Ямонако. Это американец японского происхождения и свою Нобелевскую премию они получили Джоном Гордоном. Буквально в 2006 году выходит работа Мэйча, и через 6 лет, в 2012 году они получают Нобелевскую премию. Вы понимаете, что в биологии, в медицине, в физиологии получить за ступер, ну это же не графен, это же не генин с новосилом, которые получили за короткий промежуток. В биологии это невозможно. Вот сам открыл с криком Юлисом ДНК расшифровал и только через 30 лет. То есть должно быть незыблемое подтверждение, что это настолько важно и так далее. Причем история такая... А все-таки с артистами Линкомпс и Абдул в Мэйкеатраку... Никакого отношения... Ну это бред. Это серьезным людям не надо даже... А вот можно воспринимать... Есть доказательства? Есть доказательства, которые показывают, что салуэ клетки не в культуре, никаким образом не преведение, не претерпевает онкотрансформацию. Более того, трансплантация костного мозга, с помощью которого... с помощью которой лечат онкогематологические заболевания, не все, конечно. Она основана именно на стволовых клетках гемопоэтических костного мозга. Все. Все остальное... Знаете, вот это замечание, оно ведь не случайно. Почему? Потому что в герметологической литературе вы, наверное, знаете, что... об этом писали наши современные... Владимир Николаевич Анисин писал, они вместе с американцами основали совместные какие-то работы. Вот, значит, вот эта опасность вот этого вот озлокочевствления, как бы сказать. Понятно. Вы дальше... Мы не случайно вот так вот... Я с вами... Да, я даже с вами согласен. Я по мере... Я по мере... По мере продолжения вы увидите, там некоторые работы и так далее. Но вот эти артисты, они проходили какое-то общее лечение? Да даже... Ну, вот смотрите, это никакой роли в принципе не играет. Но это известно или неизвестно? А? Известно или неизвестно? Никто не знает, проходили они или не проходили. В свое время, когда была популярна клеточная терапия и была популярна фитальная терапия, я там специально ездил в институт кремиологии и кремедицины в Харьковске. Это украинский официальный Национальной Академии Наук, там был академик Грищенко, который практиковал эту фитальную терапию из плодов. У них это было разрешено. Пуповинные, гемополитические пуповинные противни, или как бы там... И я решил посмотреть на себе, что это такое, и взял эти там клетки, официально их там купил, они проверены и так далее. взял своего друга, врача-биолога, у меня медико-биологическое образование, заканчивал МБФ и сказал там, все, вот мы делаем себе эти клетки внутривенно, поскольку ты в институте трансфонтологии у Шумакова работаешь, должна быть реанимационная бригада, вдруг будет анафилактический шок, там и так далее. Все это мы устроили. Я с Валерием Ивановичем царство небесное дружил, он разрешил, дал как план, что это можно сделать. У меня скакало давление, было там 40 лет, я не пил никакие препараты, а у друга был осматический компонент, который не выяснялся там на что и так далее. После инфузионного введения внутривенно этих клеток, фитальных, гемопоэтических, от 6-8-недельных грионов, сок, гистации, давление нормализовалось, у него исчез осматический компонент, состояние было довольно-таки хорошее, но самый такой простой способ было проверить на восприимчивость к алкоголю, который возрастал в 2-3 раза. Это один из показателей. Но через 6 месяцев все пришло в норму, все стало то же самое, то есть понятно, это гемопоэтические клетки, они через некоторое время отторгаются иммунной системой, и несмотря на то, что они какие-то факторы роста успевают спродуцировать там кровь, потом все. И, и, настораживающий момент, у меня были липомы на теле, и все липомы увеличились практически в 2 раза, и появились в тех местах, в которых их не было. Отсюда там вывод какой? Очень простой. Все сложно. Понятно, что это мощнейшая стимуляция в крови взрослого человека, бластные формы такого типа не содержатся, они могут быть только при ликозе и так далее. И, естественно, это мощнейший иммуностимулятор, если есть даже липомы, это доброкачественная опухоль, или настороженность, или где-то сидит какая-то опухоль, она не диагностика, и человек даже про это не знает, естественно, эта клеточная терапия может спровоцировать рост даже метастазы и так далее. любая клеточная терапия, которая направлена, ну, подбирается соответствующие, я вам дальше все это расскажу. Все. Вот это может быть такая вещь. Все остальное... Но это довольно двусмысленный результат. Ну, двусмысленный, не двусмысленный, да. Но я вам могу сказать, что количество таких больных, ну, не больных, пациентов через институт прошло там колоссальное там и ни одна тысяча и Грищенко там предоставлял статистику, пациенты к ним постоянно обращались. То есть жены получили на фитальную терапию никто не заметил каких-то тонкообразований и так далее. А их кто-то отслеживал потом, через год? естественно, они... Потому что я знаю, что в центре клюшекской гинекологии у них проблема, что их пациенты приходят, платят деньги, лечатся и после этого контакт теряется. То есть неизбежно... Нет, ну Геннадий Тихонович это отдельная как бы песня и если вы его имеете как бы... И так далее. Дальше я немножко перейду. Пока вот то, что я вам как бы сказал, мы еще там вернемся. Примечательный случай получения Нобелевской премии, правда я уже там перестал понимать, где я это читал, а где я там придумал сам, но тем не менее, если даже я это сейчас сам придумал, вот то, что сейчас расскажу, это все равно там прикольно. Жене Нимонако, он на самом деле врач-ортопед. И то время, которое уходило на его там, на операции его там коллег, у него уходило там два-три раза там больше. Его прозвали Димонако, Димонако это игра слов по-японски сущее недорожмение. А поскольку человек работал в университете, надо преподавать, надо оперировать и надо заниматься наукой, он решил закончить свою деятельность врачом-ортопедом и прийти там и заниматься научной деятельностью. И по всей видимости, наверное, это я точно придумал, поскольку я пытался понять, где это в литературе написано, а нигде найти там не мог. Видимо, он пришел в лабораторию и спросил там, ребята, а что у вас сейчас на острие ножа? Вот в молекулярной биологии, чем можно заняться? Скорее всего, ему сказали, что эмбриональные столовые клетки это очень круто и надо заниматься этими клетками. Дальше, как бы, показывает историю, он начал заниматься именно эмбриональными столовыми клетками и искать те гены, которые отвечают за состояние, за плюрипотентное там состояние. Перелопатил в 10 тысяч генах, из 10 тысяч генов в конечном счете он нашел 4 основных гена СОПСУВТ, ПЛФ4 и ЦИНИК, которые назвали генами, они гены плюрипотентности отвечают за плюрипотентное состояние эмбриональных столовых клеток и если гены эти ввести в вирусный вектор и взять фибробласты кожи, обычные фибробласты кожи, взрослые, и ввести этот вирусный вектор с этими этими генами, то через 15-30 дней фибробласты превращаются в эмбрионально подобные клетки их назвали ЭПСы индуцированные плюрипотентные столовые клетки которые по своим функциям и по своим геноэкспрессию полностью практически совпадают с эмбриональными столовыми клетками за эти 15 дней сколько им деления делают? они даже не деления там берется определенное количество этих фибробластов добавляется фактор роста и вся эта масса переходит в эмбриональные клетки а эмбриональные столовые клетки индуцированные они могут уже делиться там бесконечно 15-30 дней я думаю что там я думаю я думаю что да там не больше может быть если и какое-то деление происходит то не больше там 2-3 делений за такой короткий промежуток времени просто нужно взять определенную массу фибробластов для того чтобы их хороший вопрос перекачать индуцированные блюлепатентные клетки на сегодняшний день есть киты готовые уже и в принципе используем покупая эти киты можно там не задумываясь гулять фибробласты кожи и с помощью и с помощью факторов демонака как их прозвали коктейль демонака перепрограммировать эти клетки в IPS а IPS уже можно составить дифференцироваться в любой тип человеческих клеток и эти IPS будут какие для данного человека они будут аутологичны и в этом вся красота этого лабораторного трюха то есть это совершенно гениальная вещь которая могла прийти там только наверное ортопеды потому что любой уважающий себя молекулярный биолог навряд ли пришла шизохреническая идея что взрослые клетки можно перепрограммировать в эмбриональные столовые клетки но там был еще один двоечник это Джон Гордон который закончил кембриджский колледж и по биологии и был самый последний в 30 выпускников и ему говорили там типа там Джон занимайся любой темой но не биологией в биологию там не иди тем не менее он пошел в биологию попал в очень крутую лабораторию и начал ставить какие-то дурацкие опыты с точки зрения его шефа абсолютно не серьезная для классического исследователя он брал лягушачью якринку это ксенопис и лягушки такие есть очень доступные в аквариуме они могут там держать аккуратненько разрушал радиации ядро и брал эпителлярную клетку от головастика доставал ядро и пересаживал в этот воздушно кустой шарик яйцеклетку или якринку и через стимулировал и через некоторое время появился появлялся на свет нормальный головастик и рождалась лягушка то есть цитоплазма перепрограммировала взрослое ядро до индивидуума на этом соточено репродуктивное планирование овечка доли янг-юмут получена именно так яйцеклетку убирается ядро из молочной железы берется эпителиальная клетка ядро достается в яйцеклетку и сургатная мать гнашевы это овечка доли репродуктивное планирование планирование животного сейчас здесь пишут Барбара Стрейзин какая она плохая 100 тысяч долларов потратила на то чтобы планировать своих любых собачек раньше стоило 100 тысяч сейчас планирование любимца стоит 50 короче Ямонако по-моему Джеймс Клетт Макс Филл сказал я видел так далеко только потому что стоял на плечах гиганта это он имел ввиду Ньютона а Ямонако видимо мог повторить ту же самую фразу относительно Гордона за это они получили двоем модульскую премию кстати еще одна история была тоже вы знаете что в генологии не все так гладко во первых это все проверяется поэтому им дали Нобелевскую премию ну чтобы у вас немного мозги отдыхали почему артисты американской ругают за что ну вот зачем она деньги она могла бы приют какой-то отдать детям там или еще она тратит свои деньги на какую-то непонятную как бы затею на прихоть что ли мы планируем потому что короче все это очень высокий процент с помощью факторов и монаке начали искать какие-то другие молекулы можно ли перепрограммировать клетки с помощью просто введения не вирусного вектора а там каких-то ДНК РНК Бирко биомолекулы и все и вдруг выходит очередная статья об Нэнче Харуки Абаката молодая японская исследовательница по-моему 32-33 года была крутая статья что фибробласты можно она называла их стат клетками фибробласты можно передифференцировать в эмбриональное состояние с помощью изменения ПАЖ-среды нормальная среда 7,2-7,5 если вы создаете в культуре ПАЖ 2,3 то фибробласты волшебным образом дифференцируются в переходе в культуру эмбриональных салопикетов причем со всеми доказательствами и все прочее поскольку я всю жизнь ну не всю жизнь а сейчас в своей жизни работал с фибробластами и подумал боже мой трехэтажный мат какая фигня как Нэнче могла принять такую работу ну невозможно фибробласты при смене среды даже если до 5 она там падает просто открепляется от пластика и погибает а 2,3 это там бесполезно проходит какое-то время естественно все это очень быстро проверяется в Японии разразился скандал девочку выбрали с научно-исследовательского института она попала в психиатрическую больницу а ее шеф там несколько было ребят таких уже возрастных причем с очень известными именами как настоящий самурай повесился на перилах института она вышла из психиатрической больницы публиковала книгу 535 страниц ZD 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 видимо про тот день собрала кучу денег со всех издателей Самира ну и как Моника Левинских без работы но с деньгами импакт фактор рухнул импакт нет нет они как-то там все это отозвали и начали наверное более прицельно там все это купило то что три человека которые стояли в соавторстве очень известного ученого ну не досмотрели девочка симпатична ну что поделаешь шефа наверное он посчитал что нужно верить молодым сотрудникам ну как-то так Шухраб не талипов это наш соотечественник очень много ребят приехало Шухраб сам из Казахстана в сельскохозяйственном институте учился здесь в московском потом академии потом работал у Иванова в институте ну где гинтер медгенетики да вот он первый клонировал макар и сейчас очень крутой очень крутой парень у него публикации в Нече там выходят просто косяками клонированный человеческий эмбрион вот что он там делал показал как получать эмбриональные слои клетки обходя вот эти все трюки с бластоцистами и так далее можно брать фибробласт удалять из него ядро брать яйцеклетку цитобластную яйцеклетку стимулировать помещать туда ядро фибробласт стимул дается или электрический ток или даже там кофеин развитие раннего эмбриона и получение эмбриональных слои клеток без каких-либо там этических моральных проблем ну и редактирование генома эмбриона с гипертрофической кардиомиопатией вы знаете наверное криспер космайн слышали генетические ножницы это я чуть-чуть попозже там расскажу по поводу вот ей вышла такая очень хорошая публикация целстам селс доказано безопасность клеток для региативной медицины человеческие эпизы вводили на стаде гаструляции вот гаструляции мышкам в эмбриональном состоянии они прекрасно приживлялись интегрировали в организм и показано что спокойно развивались все три зародыша леска и никаких опухолевых процессов при этом во взрослых мышках там не проходило по планированию считается что если в клетках есть какие-то там мутации более может быть животное более быстрее стареют вот как-то так поскольку изначально берется взрослая клетка чем на большей стадии возрастной берется взрослая клетка тем больше может быть мутация наверное как-то с этим связано поскольку первая вещь как доли жила считается не так долго для речи но наука идет в любом случае вперед ищутся различные обоходы чтобы этого там не произошло и получать пока никто длительное время животных не отслеживал на сегодняшний день но как бы тем не менее металлипов металлипов я не знаю может ты его сделал но когда-то давно уже сообщалось что из ядер европласта которые сделали много делений и уже близки были к тому чтобы исчерпать лимит веки но перед этим брали ядра и из этих ядер получали бычков 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 плавающих 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 бычков да по крайней мере сообщил с литературой ядер брали соответственно от руками скота скота от скота в принципе ничего удивительного в этом нет я хочу сказать что до макак это все понятно репродуктивное клонирование животных считалось до макак макак планировали все человек следующая стадия не могли долго планировать макак и Шукрат это первый сделал в этом вся его как бы песня клонировали там крупно рогатый скот собачек кошечек там еще каких-то мышек крысок а с обезьянками ничего не получалось и он это впервые сделал там есть свои как бы трудности и так далее ну там какие-то нюансы я сейчас уже связаны именно с эмбриогенезом и так далее с особенностями эмбриогенеза у этих макак там полярное тельце надо все эти вещи обходить это целая песня перспективы развития IPS они понятны это аутологичные клетки больной паркинсона сальцгеймером можно взять фибробластер перепрограммировать в IPS а IPS заставить дифференцироваться в нейрональной клетке и получится нейрональной клетке этого же больного а на этих нейрональных клетках этого же больного можно таким образом подбирать тестировать различные лекарственные препараты смотреть как проводится импуль и так далее FDA регуляторная служба Америки уже тестированы лекарственных препаратов предложила на кардиотоксичность на кардиониоцитах полученных на IPS после того как Яманахо получил нобелевскую премию ему создали свой институт дали почти 5 миллиардов долларов сказали Яманахо занимайся чем хочешь он ринулся на лечение наследственного заболевания макулодистрофия это слепота там полная связана с тем что нужно через виброблазы получить IPS и через IPS получить лимбальные клетки стволовые глаза а их уже трансплантировать несколько пациентов дали хороший результат с двумя-тремя они получили сейчас пока время на это прикрыли но я думаю что основная вещь в том что один пациент обходится 835 тысяч долларов чтобы эту технологию запустить нарастить нужные клетки через все это перепрограммирование пока это очень дорогостоящая причина хотя как бы это очень простое заболевание которое можно в клинике показать эффективность лечения вот только в деньгах где-то была такая информация что именно монако прекратил работу с индуцированными стволовыми клетками не подавалось это так что он прекратил не случайно с тем что вот какие-то перерождение или что не желательно как говорили мы еврейские учителя это с плюсом да там ситуация такая лимонако видите не считает клеточные сервисы на основе аутологичных апельцев жизнеспособных он считает что во первых это большие там трудозатраты там и так далее можно сделать гаплабан с помощью ИПСов японское население очень однородное не гетерогенное однородное по своему какому происхождению и достаточно всего там определенное количество там человек которые бы покрыли всю японскую популяцию гомологичных по своим там ИПСов они могут ну условно говоря там 70 или 80 линии ИПСов выделенных от гомологичных японцев могут можно будет использовать на всю японскую популяцию для того чтобы лечить японцев против каких-либо заболеваний в этом не индивидуально получать а нарастить сделать гаплабанк и всем желающим это будет гистосовместимые клетки вот как бы в чем все а вот можно еще вопрос а почему вот ваше мнение почему не идут по другому пути еще ну просто целиком полностью заблокировать те гены которые нужны понятно если вы блокируете и вызываете нокаут то иммунная система ну пока это только пока я думаю это только ну не думая знаю что это пока на уровне только фундаментальных работ а так идея конечно классная итак можно вопрос кто же я не отложник самоглас скажите а кто сказал скажите можно взять допустим клетки перепрограммируйте допустим мышечные клетки и вот я бы занимаюсь старением ну как бы вы смотрите можно например если мы берем просто не знаю вкалываем в мышцу да там которая подвержится к к ней да эти клетки вот эти вот допустим мышечные какие-то протомышечные они могут только в объеме распространяться или они будут находиться только в том месте в калории вот то есть они как бы займут то есть они могут как-то вот вопрос хороший но совсем простой все что внутри мышечном попадает интрадермальная там и так далее все не мигрит и никуда не распространяется никуда не ползет только инфузионное влияние через там капилляры и все прочее это может разнестись током крови по всем органам и ткани в каких-то органах и ткани это все а так все вся проблема как бы в том что это все будет локально ну хорошо но есть такая вопрос трансформируем берем берем вот эти вот клетки они там не овальные как они там называются сателлитные это есть головы вводим их внутривенно они что все только в мышцы тропно придут или они в мозги придут в мозгах в мозгах что-нибудь там звание нервы есть нет я вас не не смею перебивать хотя я очень быстро думаю количество адреналина превышает количество адреналина нормального человека в три раза поэтому я такой вот пипер мы взбудимы значит состояние оно состояние очень как бы простое мышечные клетки это громадные такие колбаски и если их вводить инфузионно то будет имболия просто вот на раз их не вводят инфузионно то вся сателлитная сателлитная тоже очень крупные клетки внутривенно их не вводят их вводят в какой размер сателлитная ну она крупная очень клетка и для этого есть интеракорпораторы такие которые могут вбивать гены локально в нужные клетки меняя допустим если это дисверлина батье и мутация какого-то гена приносить можно нормальный ген и даже может быть гиберплазия то есть увеличение там мышеч гена то вы говорите что он кушкой стреляет но это совсем другое не вводят сателлитные определенные типы клеток вводить инфузионно нельзя они очень быстро забивают мелкие габеляры которые приводят к имболизации и с этим справиться совершенно идиотский вопрос а если попросите вводить ядра этих сателлитных клеток что будет ну мурицу да они очень мурицы есть такое понятие как экзосоны это то что содержится в цитоплазме считается что в мезинкемальных стиловых клеток эти экзосоны могут даже заменять функцию самих клеток и они там имеют нано размеры 30-50 нанометра могут проникнуть в любую в любые ткани в любые клетки и так далее вот сейчас такое перспективное направление на западе их называют микросоном у нас экзосомы либо еще можно делать клеточные лизаты это когда клетка разрушается обычно или ультразвуком или просто замораживание оттаивание и вся весь этот коктейль который содержится в цитоплазме его можно профильтровать через 0,22 оставив без обломков клеточных какие-то факторы роста цитокина и уже такие вещи как бы есть а можно продолжить вопрос ну вот я вопрос давай да да у меня вот вопрос не совсем связан может быть с докладом дело в том что регенерация действует в природе правда по-моему ящериц можно глаз отрастить так вот спрашивается вот то что вы говорите имеет какое-нибудь отношение к тем процессам которые происходят в природе у тех же ящериц и так далее хороший вопрос над этим бьются уже как бы давно поскольку регенерация такого типа там есть но она как бы связана с такими животными не как человек не как там обезьяна собаки и кошки простейшие связанные или нет если пойму как мы свое время приехав на байкал мы с моей супругой семь лет провели там на байкале когда приехали на байкал с группой ученых организовался отдел химической биологии ну там чем заняться приехали там у заболеваемого нерпа были открыли новый вирус у меня в 29 лет была статья там ну и так далее ну а кроме нерпа чем ну алик предложили заняться там планариями планарий регенерируют и сказали ребята вы же культуральщики вот очень задали один к одному такой же практически такой же вопрос мы возбудились пытались культивировать эти очень долго не получалось клетки от этих простейших там червей в культуре их поддерживать очень сложно они делятся какое-то время как это ни странно и потом деление прекращается это так же как это ни странно не пахей это так же как это ни странно что получить такого типа как хиля известная там культура которая хранится я в свое время когда работал там у Эбелева у меня там ребята попросили ну вот ты культуральщик вот есть такой линкоз мы можем там добыть тебе клеток принести мы можем получить клеточную линию если клеточная линия новая получается линкозная можно там пойти в историю а нам эта линия нужна для того-то для того-то но они меня цепляли для того чтобы я этим занимался я потратил очень много времени там полгода на культивирование этой лимфобластной какой-то линии и несмотря на то что эта линия опухолевая и от нее люди и эта опухоль понятно линкоз она в крае казалось она и в культуральных условиях можно подобрать такие условия чтобы получить бессмерт ничего в этом плане не получается и вот эти механизмы исследовать крайне сложно поскольку если эти механизмы исследовать нужна клеточная линия с помощью которой можно понять почему идет регенерация и пока вот таких работ нет считается что да вот если мы там поймем почему никто пока таких клеточных линий не получил итак технические подходы у нас лекция у нас 90 слайдах поэтому так имейте ввиду еще там одна десятая клеточная терапия тканевая генное сочетание генной и клеточной терапии а мне бы хотелось рассказать все клеточная терапия она может быть через культивирование это все понятно с костного мозга от отсюда можно выделить ткани специфические клетки сделать план к ним возвращаться и дальше работать и через девайсы девайсы это когда некий есть такой прибор и можно допустим у больного ребеночка дерматомом забрать дерму поместить вот в такую коробочку нажать на кнопочку 37 градусов здесь там фермент дезагрегация волокон коллагена кожа оседает очень пробласты эпителиальные клетки все плавают в супернатанте отобрать и распулить и эти клетки они как ни странно всегда тоже будут действовать они будут за счет своих факторов роста стимулировать резидентные клетки и витализация будет идти быстрее такие вот девайсы они есть не на все естественно клетки их не много таких там девайсов но они как бы существуют то есть это я привел пример того что можно делать через культивирование и без культивирования в пластической хирургии есть компания цитоли которая придумала вот такое вот устройство для выделения стромально-воскулярной фракции жировой ткани эту стромально-воскулярную фракцию опять же липонец загадался можно добавлять к липографту и тогда приживление этого липографта будет в разы лучше для липофилинга лица и молочных желез при маске эректонии тканевая инженерия это еще один подход для тканевой инженерии нужна какая-то матрица допустим клетки и там матрица если вы берете фибробласты и берете какую-то подложку коллагеновую то это тканевая инженерия тут как бы все просто есть термин еще регионативная хирургия и наверное вы про Павла Мафиарины слышали это такой харизматичный итальянец который придумал этот термин который лечил терминальных больных стеноз бронх он брал трубную трахею делал дивитализацию нужно освободиться от клеток донорских наслоить клетки трахеи можно имплантировать и тем образом устанавливать функцию легких и т.д. и т.п. он в шведском королевском институте работал в публикации в нынче и т.д. и т.п. ему показалось этого мало наши журналисты затащили его в Россию он поехал в Краснодар получил мегагрант порядка с двух раз 400-500 миллионов рублей создал свою лабораторию группу молодых ребят они начали собирать людей вот с такими заболеваниями с тем чтобы такую технологию поставить в России подвела самую уверенность у него не такие мозги как в Ушине Яманако я там один раз с ним встречался там пытался сказать что там Паула ты там не прав поскольку подход был совсем примитивный заменить заменить трубный материал на вот такие пластиковые там трубочки мы все кто работает с МСК это примитивно там и смешно клетки на пластик могут такой пластик могут отгизироваться там не полностью будут оставаться зоны бесклеточные соответственно это все будет микрофлора и т.д. и т.п. так и все и произошло пациенты начали погибать на него подали в суд его выберли из Каролинского института и вот здесь как раз пример когда Каролинский институт решили ну вся верхушка Каролинского института ушла в отставку они решили даже поскольку выделили судебные иски не выдавать Нобелевскую премию в течение двух лет по медицине и физиологии но потом здравоусловно возобладал и как бы они отказались Макиарини уехал с Краснодара сейчас он в Казанском университете его там прилетели и он занимается доклиническими исследованиями с помощью вот своих методики и практически как раз с поля зрения исчез начинал хотя очень громко и генная терапия это терапия путем убедения тканей клетки пациента последовательности ДНК вот в институте целых лет у человека есть разработана такая плазмида со встроенным фактором ВИДЖФ называется препарат неосполген для лечения хронической и критической ишемии нижней конечности усиливает восклинировать за счет того что стимулирует деление эндотелиальных клеток всего в мере 7 геноинженерных препаратов их очень трудно получить и один из них для лечения критической и хронической ишемии вот на основе фактора ВИДЖФ сочетание и такой эффект ну говоря положительно если в ВИДЖФ вошел единственное что все упирается в цену довольно по-моему дорогое порядка 90 тысяч стоит а так результаты положительные ИСКВЧ занимается этим очень уже давно и просто так в НЖВП в необходимые жизненные препараты бы его не включили так сейчас по поводу метахондрий есть ли знакомы ли он какие-нибудь работают связанные с тем что берут какие-нибудь клетки их размножают а то выделяют метахондрии в отдельном и вживляют пациентов с целью чтобы в каком-то допустим молодые уже в более старом возрасте где работаете если они не нет таких применений нет этой темой занимается шухрат митохондриальный геном стареющие яйцеклетки можно у стареющих яйцеклеток заменять митохондриальный геном на от здоровых яйцеклеток только а вот то что вы сказали таких работ я не знаю сочетание гена и клетчерной терапии вот как раз гулезный эпидермолиз но это такая форма поражены как правило поражено все тельце можно взять фибробласты мутация коллагена 7 типа все равно в этих фибробластах будет но из фибробластов можно получить IPS смотрите здесь уже очень красивая такая классическая работа вырисовывается IPS продифференцировать стволовые эпидермальные клетки и в эти стволовые эпидермальные клетки внедрить ретровирусный вектор с геном 7 типа естественно он легко проникает в клетки принося им ген нормального типа и такая трансгетная кожа уже может использоваться для ампликации на кожу ребеночка итальянцы проделали такую работу в 2014 году и показали что технология там эффективна и качество жизни таких детей улучшается но опять таки все что внутри все органы слизистые кишечни они остаются без изменений поскольку понятно что с поверхности ничего не мигрирует и это только внешне такая вещь биомолекулы самое простейшее то что используется в стоматологии в ортопедии и в эстетической медицине это забирается кровь с антикогулянтом откручивается получается плазма в плазме содержатся тромбоциты тромбоциты активируются они содержатся альфа-гранулы альфа-гранулы уже как источник неких факторов что значит активируются хлорист и кальций добавляются происходит дестабилизация тромбоцитов и альфа-гранулы которые есть они выходят просто в плазму вместе с ростовыми факторами а эти ростовые факторы уже на рецепторы клетка стимулируют клетки для проведения реперации ну и так далее а какие кемылики альфа-гранулы а я потом пробили отдельно три слайда попрошу и станет они просто имеют в альфа-гранулах есть различные факторы роста которые могут да которые могут соединяться с рецепторами симфимальных клеток фибробластов и так далее и стимулировать их пролиферации соответственно отделением увеличив достаточный товар да рынок региаторной медицины 775 компаний по всему миру на разных стадиях первая вторая третья стадия на третьей стадии самобанин это очень рисковая индустрия и медицина это крайне рискованная вещь на сегодняшний день коммерциализировано очень мало клеточных продуктов понятно что перспектива огромная можно использовать и где только это можно не использовать эти клеточные гены инженерные но все что особенно в нашей прессе особенно раньше было какие-то объявления что лечим с помощью стволовых клеток любые заболевания и все прочее это полная пропанация и такой я бы сказал нечестный объем денег у доверчивого населения реальность и медицинского применения то что коммерциализировано гемопоэтические мск при ломке заболевания и где одобрено препарат гемопоэтическая кровь клетки крови столовые для трансплантации пациента с онкогематологией метаболической вообще хотите вы или не хотите вот это не просто там какая-то регионативная медицина все эти вещи они применимы и для лечения пожилых людей с ставческой астемией или немощью потом я к этому приду трансплантация выращена гемитром лосоцист клеточная инженерные аналоги позже они коммерциализированы по всему миру американцы здесь на первом месте кое-какие клетки есть для восстановления костной ткани и хондроцида вот здесь не очень наверное хорошо видно то что разрешено продукты ну да ну я же не виноват что такое коммерциализированная кожа кряч ну например кожа дермографта аппеграфт это известная компания известная заменители кожи там в америке двух крупных компаний есть кемрай это препарат вот видите он он это специально генномодифицированные т-клетки которые распознают опухоль вот эти две т-клетки убивают опухоль и такой препарат есть уже на рынке инъекция стоит 90 тысяч навартис пошло хитрым путем они разработали технологию то есть люди деньги зарабатывают казалось там из воздуха хотя очень похоже на нашу ИСФРС на оптологичную фибробласт опухоль с лимфобластным дрикозом можно забрать мононуклерары выделить Т-клетки модифицировать так что появляется рецептор CD12 к этой опухолевой клетке эти Т-клетки натренированные узнают эта технология может быть амплинифицирована в клинику допустим первые кто это начали делать это в Израиле а пациент только за свои клетки которые у него берут и в клинике по этой технологии путем определенного протокола модифицировать эти клетки потом их размножают до нужного количества и трансфузионно вводят данному войному чтобы уничтожить чтобы уничтожить это лимфобласт и ликоз еще берут 90 тысяч за такое лечение с пациентом ну разрешено некоторые препараты есть на основе мезинхемальных слоевых клеток которые используются для трансплантата против хозяина мезинхемальных обладает большим амобулирующим свойством и даже есть такие работы при трансплантации каких-то органов или тканей перед этим вводят мезинхемальные слоевые клетки от донора с тем чтобы потом орган более эффективнее приживлялся не вступал в конфликт с иммунной системой да а это выяснено почему действительно помогает иммуномобулирующий да иммуномобулирующий эффект меньшее количество иммунодепрессантов да я знаю но за счет чего это сублесит ну за счет мезинхемальных слоевых клеток поскольку они могут не выделены ни молекулярные уже вещества которые делают просто просто это показано в культуре что у меня есть такая реакция глаз трансформации классическая но это не просто в клинике вон на нецентральной реакции какие там факторы роста никто так толком не знает показан такой эффект что они могут подавлять реакцию глаз трансформации лимфоцитов сначала показали инвитро а поскольку мезинхемальные слои клетки если из костного мозга взять костный мозг и поместить его на культуральный пластик в определенном питательном среду которые растут только мезинхемальные клетки и прикрепляются к пластику можно эти мезинхемальные клетки нарастить в большом количестве и самая главная фишка в том что они теряют антигены гистосовместимости при культивировании самая главная лдр у них не экспрессируется и при введении инфузиона этих клеток в организм мумная система их не распознает и это получается такая песня мавр сделал свое дело мавр может уйти а это доказано все теряют антигены гистосовместимости абсолютно все это вот я на фибробластах это лично смотрел в убеждении у нас подарок меньше 2% поэтому на основе аллогенных дальше будет красивая работа которую сделали австралийцы я не хочу забегать вперед чтобы вы не потеряли внимание связано с МСК когда от молодых доноров МСК вводили гериатрическим больным выше 80 лет улучшали их когнитивные функции общей стани это отдельная песня это я потом такую вот молодым хорошо который до 35 лет тотально надо собирать костный мозг выделять МСК и хранить потом скажу там почему понятно что а вот если бы сейчас у кого-то был сохранен костный мозг до 35 лет потому что трансплантация костного мозга эффективна до 50 после 50 уже количество выделенных лет от него насколько нужно достаточно для трансплантации если у гениального Оловникова были бы в 35 лет допустим он бы сохранил он не задавал бы такие вопросы как сейчас а лучше бы додумался сохранить свой костный мозг хранился бы где-нибудь в банке а вот мы бы взяли бы сейчас костный мозг выделили МСК прокапали бы господину Оловникову или еще кто сидящий там в зале и было бы совершенно совершенно другой Калининград ну хотя бы там вы как регуляторный орган можете ввести это в практику зачем там костный мозг потому что с возрастом количество МСК и гемопоэтических клеток уменьшается гериатрическим больным вот в 80 лет думаете какая основная причина то что человек в конечном счете умирает кто знает надо быть коровец 87 ну хорошо я в 89 сейчас собираюсь как бы да ну 90 плюс и 100 плюс какая основная причина кто знает амилоидов стволовые клетки амилоидов может быть в более ранних стадиях дожидаясь там 90 нет непосредственно причин 2 это сердце какая сильнейшая сердечная мышца или дыхание понятно причина смерти причина болезни подавил вопрос конкретно причина болезни не болезни самой смерти причина чего смерти смертельная инспекция инфаркт нет это же механизм астогипоксии иммунная система вся фишка в иммунной системе идет нет это вы можете головой махать или не махать ну как бы там тем не менее с возрастом количество гемопоэтических гемопоэтических стволовых клеток в костном мозге катастрофически уменьшается иммунная система уже не способна реагировать на те клетки которые она может уничтожать и вы знаете оплевые клетки постоянно в человеческом организме образуются ну и это еще пол беды пожилые люди склонны к пневмониям с пневмонией практически справиться там невозможно до 30 процентов перспективное заболевание до 30 до 30 боли все-таки из 1 900 чаков примерно каждый год от России более 1 000 умирает от клинических страниц до 30 до 30 Я имею ввиду, не до 90, а еще 90 плюсов. Там настолько коморбидные пациенты, что там... Как писал Довыдовский, там даже физиологический подход невозможен. То есть там все синдромы старости, 85 синдромов как бы, да? Пенеи, деменции, переслозы. Там уже своя песня. Там уже такое дуновение ветра, я по себе знаю, очень опасно. Да. Компания Мезоблас, австралийская компания, вот просто такой простой пример. Благо, еще не синхемальные целые клетки. Подождите, да? Да. Да. Так подождите, от чего же умирать? Валеров здесь, если я сейчас вступлю в какую-то дискуссию... Ну, давайте вступать вступать. Я не расскажу тогда. Вы ответ дайте. Я согласен с исследователями, что основная... Сердце... Понимаете, как бы ситуация такая? То... Сердечно-сосудистая система, органы дыхания, там аспираторная возможность, там и так далее... Это все можно, в принципе, там просчитать на каждого человека. Это не сложно. Встать на тридмил, достаточно понимать, какой у вас пульс, когда в состоянии покоя, какое у вас давление и понять, как вы относитесь к физическим нагрузкам. Все это более-менее там тренируется. Очень важный показатель максимального потребления кислорода, так называемое МПК. В России, кстати, он нижайший среди нашей там популяции. Поэтому, я думаю, это одна из основных причин, что у нас мужчины тотально там долго не живут. В отличие, допустим, от скандинавов. У скандинавов они самые тренированные по МПК. У них может быть как у спортсменов. Средний человек это 32, там 35. Тренированный начинается от 42 и там выше. А скандинавы все там за полтением все уходят, причем как бы легко. Классические бегуны и лыжники имеют 72-80%. И сколько они живут? Это не важно, сколько они живут. Профессиональный спорт, он, понятно, как бы, на то и профессиональный спорт, чтобы максимально истощать резервы человеческого организма. И рано уходить. И понятно, да, и рано уходить. Ну, каждый как бы имеет право выбора там и все прочее. Поэтому физическое состояние более-менее можно натренировать. Вся проблема в том, что мы не можем предсказать, будет у нас рак или не будет. Поскольку на сегодняшний день таких супер точных диагностических там пока нет. Они разрабатываются. Они в ближайшее время там будут. И станет там понятно ранее. Ну, и это нужно делать. Допустим, в Германии, если ты каждый год обследуешься и потом пропускаешь, и если у тебя находит какое-то раковое заболевание, ты за лечение платишь. А если ты пожизненно обследуешь, у тебя все лечение бесплатно. Для этого и выявляет. Так вот, единственное, что я так считаю, и сказать пока невозможно, и это основная беда, это будет рак или не будет. Есть он в организме или нет. И, как правило, мужчины у нас, они не привычены к тому, чтобы обращаться там каждый год после определенного возраста, смотреть там хотя бы там ПСА, хотя ПСА там спорный вопрос и проходить онкодиспециализацию, которая раньше в России, особенно в академических институтах была поставлена на широкую ногу. Человек живет, живет, потом раз приходит на обследование, получается, что уже метастазы и спасти нечего. А сердце что? Ну, те в этой стране обязательно. А сердце что? Это мышца, его можно там тренировать. И если вы какие-то знаете свои основы и можете поддерживать себя в физической форме, 150 минут достаточно в неделю ходить пешком. А если вы еще будете ходить скандинавской ходьбой, ну, вероятность того, что у вас сердечно-судистая система будет в хорошем состоянии велика. Но! Опять-таки есть маленькая нога. Убегаешь? Да. Судим включительно. Понятно. Да. Оно заключается как бы в том, что после определенного периода нельзя натренировать мышечную аппарату. Поэтому мышечные клетки, сателлиты, могут дифференцироваться в миобласты. А миобласты это многоядерные клетки. И чем больше многоядерный миобласт, тем лучше. Поэтому тренироваться нужно в раннем возрасте, запасаясь большим количеством этих ядер. Чем больше ядер, тем больше шанс сохранить.